Газа, света и дорог требуют жители Шымкентского микрорайона Акжаик. Горожане уверяют, что устали ждать помощи от городских властей, которые, по их словам, не выполняют обещания. Сегодня десятки людей вышли на улицу и показали журналистам всё, что их возмущает, и с чем, по их мнению, нельзя мириться. Многодетная мать Гульзат Наханова больше остального возмущена отсутствием в микрорайоне дорог. Это сейчас, говорит, тропы превратились в глыбу льда. Обычно грязь по коленам. Акимат совсем про нас забыл. Никакой помощи мы даже не ждём от них. Дороги нет, света нет, воду дают по часам. Постоянно водопровод ломается. Здесь почти 500 семей живут и так страдают. Десятки жителей микрорайона Акжаик утверждают, развороченные дороги и ямы оставили строители, которые обещали провести в дома природный газ. Обещали в 2014 году, в ноябре месяце будет газ. Обещали. Вот так поставили, видите, ничего нет. Электрические столбы на местных улицах похожи на гигантских пауков. Грустно шутят местные жители. От каждого столба запитаны до 40 домов. Вместо положенных по норме двух. Акимату ездили, ЖКХ ездили. Они говорят, что сделаем, сделаем, но всё обещают. Уже три года, четыре года уже. Сами видите, свет нет. Свет есть, но городской он очень слабый. Вечерное напряжение падает совсем. Дети не могут уже книгу читать. Маршрутки тоже нет у нас. Только один маршрут ходит у нас. Девятка. Это уже у них интервал два часа. В такой мороженое. Как можем ездить? Два часа. Свой микрорайон люди называют островом. Жалуются. Буквально через дорогу у соседей есть все коммунальные блага. Здесь же ничего. Света, газа и асфальтированных дорог не могут дождаться уже шесть лет. Ирина Абрамова, Бахадр Тажиба, Виталий Зайнтинов, Севен Ньюс, Шимкен. В городском отделе ЖКХ соглашается, что в Акжаеке множество коммунальных проблем. Однако, утверждает, всё идёт строго по графику. Например, проект газификации, по словам заместителя начальника, был начат ещё 11 лет назад и будет завершён только в этом году. Лишь после этого в микрорайоне появятся тротуары и дороги. По вопросу электроснабжения, да, в настоящее время это сейчас проблема острая в микрорайоне Ажаеке. Потому что в основном все трансформаторы в своё время установлены в частном порядке. Все линии установлены в частном порядке. Опора линии трансформатор не соответствует СНИПам. Для решения данного вопроса, значит, мы подготовили сейчас уже проектный смен документацию. И направлено управление энергетикой для дальнейшего финансирования для строительства данного объекта.